Время собирать урожай, а это значит, что большинство сельскохозяйственных ярмарок города ждут самарцев за покупками. Свежие фрукты, овощи, только что собранный мед, мясо, рыба и настоящие волжские раки по ценам ниже рыночных. В этом году в столице региона работают 13 круглогодичных ярмарок на 569 мест. 25 августа открылась торговая локация, которая особенно популярна у самарцев – ярмарка у музея Алабина. Приобрести здесь товары можно по пятницам, субботам и воскресеньям. Общее количество доступных мест – 157. Из них на данный момент используются 70 торговых мест именно сельхозпроизводителями. На ярмарке действует единый дизайн-код, используются фартуки и ценники единого образца. Также для сельскохозяйственных ярмарок изготовлены в едином стиле передники для столов. Формат сельскохозяйственных ярмарок востребован среди жителей, предпринимателей и фермеров. Самарцы ценят не только свежую продукцию, которая перед осенним сезоном особенно желанна, но и порядок цен. Как правило, они чуть ниже рыночных. Особой популярностью у горожан пользуется круглогодичная стационарная ярмарка на пересечении Киевска и Тухачевского. Здесь для увеличения покупательской активности с апреля месяца проводился цикл тематических мероприятий – День плова, День шашлыка. Запланированный на август День яблочного спаса в связи с дачным сезоном и сезоном отпусков был перенесен на сентябрь. Так что у жителей города еще будет возможность попробовать бесплатные угощения, поучаствовать в конкурсах и продегустировать фермерскую продукцию. В летний период времени на территории нашего города, а именно на набережной на четвертой очереди, с 24 июня по 7 июля была организована и проведена муниципальная специализированная ярмарка по продаже текстильной продукции. На данной ярмарке был представлен широкий ассортимент текстильной продукции, который был привезен с разных городов России – это Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Пермь, Краснодар, Воронеж и другие города. Также перед летним сезоном особым спросом пользовалась ярмарка в поселке Мехзавод у ДК «Октябрь». Здесь был представлен широкий ассортимент товаров, но чаще всего жители Самары приобретали саженцы и рассаду. Закрывшись 20 мая, ярмарка вновь возобновила свою работу 25 августа, представив множество продовольственных товаров. В целом на потребительском рынке Самары продукты представлены в широком ассортименте и в таком ценовом диапазоне, который позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан. Глава города Елена Лапушкина дала поручение специалистам профильного департамента тщательнее следить за санитарным состоянием территорий, отданных под сельскохозяйственные ярмарки. Все продовольственные локации должны быть правильно оборудованы для торговли, а скопившийся за день мусор собран и вывезен. Очень неприглядно выглядит, когда выставляют эти лотки, причем лотки все разномастные, на коробочках, на ящичках, какими-то клеенками, пакетами прикрыты. Вот на это прям особое внимание. Для обеспечения качества и безопасности продукции на крупных ярмарках организовано постоянное присутствие лаборатории Самарское ветеринарное объединение. Также ее специалисты предоставляют услуги ветеринарно-санитарной экспертизы. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Ольга Павлова, Николай Епифанов.